Ну что, этот день все-таки настал, и мы с вами в Саудовской Аравии. До последнего времени это была одна из самых закрытых стран в мире. То есть попасть сюда простому человеку было практически невозможно, так как туристических виз сюда попросту не существовало. Но! Саудовская Аравия обладает достаточным арсеналом, чтобы удивлять. И могу сказать, что это одна из самых интересных стран, в которых я был за последнее время. Несколько поп-ап-ресторанов, которые работают только в даты проведения фестиваля, а потом разбираются. Локации, которые выбрали для этих ресторанов, это вообще песни. Самое крутое, что на стенах этой пещеры, ну этого ресторана, до сих пор остались наскальные рисунки, которым, ну, несколько тысяч лет. Иногда эти заведения так искусно вписаны в природный ландшафт, что я вообще задавался вопросом, как они все это здесь построили. Посмотрите, эта дорога как раз ведет к одному из таких мест. Ну, в общем, да, чтобы поесть, тебе нужно несколько десятков метров протискиваться в узком проходе между двух скал. Но игра стоит свеч. А вот это по-настоящему вау. Здесь все по высшему разряду. Тленющие барные стойки, куча официантов, которые снуют туда-сюда, шеф-повара, которых, если не ошибаюсь, выписали из других стран, ну, и виды, естественно. Но однозначно самая крутая штука, которую здесь опять же построили специально к фестивалю «Зима в Танторе», является вот это вот абсолютно сумасшедшее здание Мэрая, что в переводе с арабского означает «зеркало». В 2020 году сооружение попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое полностью зеркальное здание в мире. Это концертный зал на 500 мест, спроектированный итальянскими архитекторами. Говорят, что его построили здесь за рекордный срок в три месяца. Но самое главное – это то, насколько это здание гармонично сливается с природными ландшафтами. Лучше, ну вот правда, не придумаешь. Даже простое мытье окон возле этого гигантского куба – это уже весьма фотогеничный процесс. Что уж говорить о фотосессии на фоне Мэрая. Это прям кино. Сходит ночью. Ну, во-первых, здесь все очень хорошо с подсветкой, так что после захода солнца все эти скалы выглядят крайне эффектно. А во-вторых, во всех этих красивых местах открываются рестораны, где собирается куча народу. Но самая большая движуха, естественно, происходит в уже известном нам концерт-коле Мэрая. Мэрая. А вот это штука. я застал. Это полет на ретро самолетах, которые сюда специально привезли к фестивалю. Если делать короткий вывод об Алюле, то я впечатлен. Ты живешь себе практически ничего не знаешь о стране, а потом она внезапно открывается и оказывается, что здесь есть нереальные места, богатая история. И единственный вопрос, который хочется задать, почему вы, ребята, от нас столько времени все это прятали? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok